7 класс, 4 серия. Свойства арифметических действий. Давайте повторим законы сложения и умножения. Первый закон – переместительный. Переместительный закон. От перестановки слагаемых сумма не изменяется. От перестановки множителей значение произведения не изменяется. Второй закон – сочетательный. Если мы рассматриваем слагаемые и если мы рассматриваем множители. И распределительный. Распределительный закон умножения относительно сложения. Итак, множитель а можно домножить сначала на первое слагаемое, потом на второе слагаемое. Ну и, кроме того, есть еще распределительный закон, когда рассматривается а умножается на b минус с. То есть можно сначала на а умножить уменьшаемое, а затем вычитаемое. Вычитание можно заменить сложением с противоположным числом, потому что прибавить отрицательное число – это все равно что отнять положительное. Итак, а минус b – это все равно что к числу а прибавляется число минус b. А деление можно заменить умножением на обратное. Обратное число. Число обратное b – это 1 разделить на b. Значит, а делить на b – это все равно что а умножить на 1, деленное на b. Это число обратное b. Числа обратные имеют… Если мы b умножим на число, ему обратное. У них значение произведения равно 1. Произведение обратных чисел принимает значение, равное 1. Итак, первая задача. Упростите выражение. Дается буквенное выражение. Причем выражение содержит двойные скобки. Надо начинать с внутренних скобок. Прежде всего надо раскрыть вот эти скобки. Перед скобками минус. Значит, раскрывая скобки, надо домножить на 2 и не забыть, что перед скобками стоит минус. Значит, будет минус 2х, а затем 2 умножается на 3. Минус 6. После того, как внутренние скобки раскрыты, можно раскрывать и внешние скобки. Здесь как идет раскрытие скобок перед скобками? Минус. Значит, будет минус 3, а здесь будет плюс 24, потому что минус 3 надо умножить на минус 8. Плюс 24х. Так, перед скобками стоит 6, значит, каждая слагаемая умножается на 6, раскрывая скобки. Так, после того, как все скобки раскрыты, осталось привести подобные слагаемые. Подобные слагаемые имеют одинаковую буквенную часть. 42х. Имеется в виду 42 умножить на х. И 24 умножить на х. Приводим подобные слагаемые. Получается 66х. Так, минус 36, минус 3. И, значит, складываются числа отрицательные. Модули надо сложить и поставить знак минус. Итак, минус 39. Вторая задача. Три велосипедиста одновременно стартовали по круговой дорожке. Первый делает полный круг за 6 минут. Второй за 8 минут. А третий за 10 минут. Через сколько минут они еще раз окажутся вместе на линии старта? Надо найти наименьшее общекратное чисел 6, 8 и 10. Наименьшее общекратное для вот этих трех чисел. Можно найти наименьшее общекратное через разложение на простые множители. На простые множители раскладывается число 6. Это 2 умножить на 3. 8 – это будет 2 в кубе. И 10 – 2 умножить на 5. Ну, а теперь, глядя на эти разложения, можно назвать наименьшее общекратное. Можно взять одно из чисел. Например, число 8. Каких множителей недостает в разложении числа 8? Нет тройки в разложении. Если мы рассматриваем в разложении числа 8, тройки недостает и пятерки. Значит, 8 надо умножить на 3 и умножить на 5. Получится 120. Можно таким образом найти наименьшее общее кратное. Можно другим способом. Можно, например, взять наибольшее из этих чисел – 10. И перебирать кратные 10 до тех пор, пока не получится число, которое делится и на 6, и на 8. Кратные 10, начиная с наименьшего – 10, 20, 30, 40 и так далее. И всякий раз надо проверять. Делится на 6, делится на 8. Так вот, подойдет 120. 120 – это наименьшее общее кратное чисел 6, 8 и 10. Так, и третья задача. Сумма двух чисел – 302. У одного из них цифра единиц равна 5. Если ее зачеркнуть, то получится второе число. Найдите меньшее число. Итак, если сумма двух чисел – 302, и известно, что одно из них будет иметь цифр на одно меньше, потому что зачеркивается цифра единиц большего числа. Значит, речь идет о двух числах, где одно двузначное, а другое трехзначное. Большее число трехзначное и оканчивается цифрой 5. Если эту цифру зачеркнуть, то получится двузначное АВ. И значение суммы – 302. Осталось найти значения вот этих букв А и В. Можно записать в столбик, так, чтобы проще было отгадать значения. Итак, складываются два числа. К трехзначному прибавляется двузначное и значение суммы – 302. Ну и вот сейчас можно сразу назвать значение сначала В. Значение В по последней цифре. К 5 прибавляется число, и значение суммы оканчивается на 2. Значит, единственное возможное значение для В – это 7. Если вместо В подставить 7, дальше посмотреть, какое значение может принимать А. А может принимать только значение 2. Надо назвать меньшее число. Значит, меньшее число – это будет число, где А десятков В единиц. Это будет число 27. Ответ в этой задаче – 27. Ответ в этой задаче – 27. Продолжение следует...